так вот мои дорогие Фуевенович вас призывает иметь в своем запасе пленочную камеру она вам точно понадобится в ближайшее будущее если вы еще не вышли и не начинаете делать фотографию вокруг вас то что происходит мне вас очень жаль поскольку это можно сказать будет являться пропуском в некую реальность которую нам строить в общем друзья мои еще одно видео которое я вы должен записать поскольку некоторые стесняются некоторые не знаю чего смысл в том что пройти весь путь регистрации во flicker показать что это просто что это может сделать любой человек ну и соответственно получить хранилище высокого уровня высокого качества фотографий но заодно может быть кому-то интересно станет заниматься 3d фотографии еще чем-то но во всяком случае мы с вами это сделаем я покажу сделаем аккаунт зарегистрируемся и посмотрите что из этого выйдет надеюсь что видео будет полезным тому кто не знает что такое flicker подписывайтесь я думаю что будет интересно итак друзья мы регистрируемся во flicker социальной сети для фотографа фотографов заходим на страницу я буду заходить с моего планшета значит видим такую картинку первое что это ваше имя ну я буду убивать свое вы можете убивать любое другое именно выбирайте какие вам удобно возраст адрес почтовый для подтверждения почту которую вы указали с подтверждением по моему пароля ну и так это произошло наконец-таки теперь это ваша страница нажимая на него увидите что у вас нет фотографий вы можете посмотреть установки но начнем с раздела you обо мне а значит здесь вы должны написать о себе что-то соответственно сделать заставку но по большому счету вы можете этим не заниматься пройдем все разделы фотострим это то что у вас попадает ваш общий поток где вы можете потом выбрать открывать какие-то фотографии или не открывать или открывать для кого-то альбомы создаете альбомы ваши любимые галереи группы в которых вы зарегистрировались и статистика на данный момент статистика доступна для пользователей про будем рассматривать бесплатную версию значит что мы можем сделать давайте начнем с того что мы сделаем какой-то фон кому интересно выберем его из браузера из моей медиатеки ну например возьмем вот такой такой вот у нас получился вы можете его на компьютере выбрать как он будет выглядеть подвигать его туда-сюда но собственно говоря я сохраню такой вариант выбрать и выбрать тот значок или фотографию вашу какой вы хотите сделать часто используют портреты собственные но по большому счету можно выбрать что-то другое не убирал значок вы можете выбрать что-то свое ну давайте выберем фотографии моего фавионыча сейчас он предложит его отредактировать уменьшить или увеличить да ну давайте вот это будет выглядеть вот таким вот образом мы получили вот такую страницу вкратце пройдем установки нажимая на вашу иконку вы получаете установки здесь вы видите ваше имя ваше то имя которое будет отображаться соответственно адреса пароли дальше настройки приватности кто может видеть ваши фотографии кто имеется ввиду кто может выгружать ваши фотографии включая оригиналы допустим вы скажете что только я максимальный размер ваших фотографий здесь указано лучше для этого дисплея можете выбрать другой вариант большой маленький здесь в данном случае мы оставим все без изменения кто может расшаривать ваши фотографии да ну здесь написано все да пускай все кто может добавить вас на фотографию свою написано что любой пользователь фликера я рекомендую закрыть это только вы с вашего согласия сможете добавлять вас в какие-то фотографии кто может добавлять ваши фотографии в галерее ну я оставляю что можно добавлять поскольку это для развития вам нужно дальше показывать ли убрать ли данные о вашем фотоаппарате о данных съемки здесь стоит нет но оставим таким образом чтобы люди смогли смотреть чем вы снимаете в каких режимах публичный поиск уничтожить да не будем уничтожать вы нужны в публичном поиске то есть вы будете доступны в поиске для того чтобы найти ваши фотографии кто может смотреть ваш профиль здесь указана почта реальное имя и настоящее ну или какие-то вещи еще ну допустим указываете что люди которые вас понравились вам то есть ваши фолловеры реальное имя доступно для каждого и город где вы находитесь тоже для каждого дальше почтовые настройки здесь укажена ваша почта соответственно какие вы письма получаете о каких событиях ну и соответственно что приходит вам на почту это важно сделать поскольку чтобы вам не сыпался спам и чтобы вы получали какие-то вещи важные ну например вот здесь на первых порах если вы в новый пользователь разрешили получать почту тех людей которые хотят вам отправить какие-то сообщения в фликер рекомендую оставить принимать почту когда кто-то хочет ваш контакт оставим есть в дальнейшем когда вы будете получать сообщения вы сможете какие-то эти настройки изменить и что-то отключить что вам нужно принимать почту когда люди отправляют вам персональное сообщение рекомендую оставить поскольку это важно для каких-то контактов принимать сообщение когда у вас какой-то прогресс во фликере имеется ввиду по каждому вашему действию которые приходят кто-то вам поставил в отметку нравится еще что-то я думаю что здесь это не требуется поэтому выключите ну и дальше здесь расшаривание имеется ввиду что вы можете подключить сюда изначально настройки фейсбука присоединить фейсбук присоединить twitter тумблер и другие какие-то вещи если вы хотите чтобы это было возвращаемся к основному меню здесь у нас когда вы нажимаете на строку о вас первое это о вас где вы можете заполнить данные ну например на русском или на английском сейчас переводчики достаточно простые можете в яндекс переводе или в гугл переводчики это сделать достаточно просто давайте вместе с вами сделаем как пример я люблю фотографировать интересные моменты нашей жизни пейзажная фотография и стрит это важно ну дальше копируете переводчик и выставляете сюда сохраняем ну соответственно теперь когда люди будут видеть вашу заставку если будут смотреть программе или как-то об вас они будут видеть вот эту надпись сюда же вы можете разместить какие-то фотографии которые говорят о ваших интересах это именно ваше шоу куда вы можете добавить фотографии которые вы считаете для знакомства с вами например ваши какие-то ну поскольку мы ничего не добавили для начала нам нужно их добавить как это делается добавлять можно автоматически включить чтобы добавлялись с вашего устройства или можно добавлять ручную ну мы добавили две фотографии одна у нас на заставке другая мой портрет поскольку это видео обучающее я не буду открывать эти фотографии для доступа поскольку они уже в моем аккаунте во втором есть ну в принципе можно сделать это как это сделать внизу в настройках вы видите приватность сделаем ее открытой ну дальше редактирование название фотографии здесь вы видите длинная какая-то цепочка ну мы ее удалим оставим название птиц кто может видеть ваши фотографии все любой пользователь кликера безопасное время данные и добавить какие-то теги ну например bird например пейзаж птиц сепия монотон при желании вы можете добавить туда человека если какие-то требуется фиксация данных что тут человек ну я иногда добавлю для расширения поиска дальше сохранить все ну такое начало пока у вас одна фотография если вы на нее нажмете вы видите как она выглядит соответственно соответственно хуевенович тв называется птицы ну и собственно говоря когда она сделала 2 марта двадцатого года все данные из кифа где сделано ну имеется в виду в каком разрешении все данные если вы это хотите оставить оставляйте дальше да кстати если хотите отправить кому-то ссылку вот здесь вот внизу такие значки где вы можете редактировать отправлять выгружать или отправить в корзину если вы хотите кому-то отправить по почте вы можете просто написать что-то ну и соответственно давайте оставим в таком варианте сохраним и посмотрим на реакцию что произойдет система что вам скажет про это и вообще как будут развиваться дальнейшие события жду ваших комментарий надеюсь видео было не скучным всем пока